Удивительно, да? Это Силена! С вами кого-то поприветствую! Да, что за странная свобода! Вот, вот эта ценность. Два бокала шампанского меня уносит. Всем доброе утро, мои хорошие. Что-то солнце мне так фигачило, я думала, закрыло. Доброе утро! Блин! Сегодня выходило с утра. Я как раз-таки прошлый вилог закончила сегодняшним утром. И вот снова беру камеру. Ну, просто надо было выставить видео. Я вам его выставляю, чтобы вы не скучали долго по мне. Такой мини-вложик был в прошлый раз. Но там очень много полезностей всяких разных. Вот. Короче, утро мы сегодня выходили. С Дэнни и Всят я его отвела. И был такой дождь, ветер, снегопад и все такое. Сейчас, кстати, в лифте ехалась девушка. Смотрю, она в легком пальтишке. Я такая с утра, у меня впечатления остались. Я хотела еще сказать, ну, девушка вот так легко одета. И как будто там весна на улице. Выхожу. А реально весна. Блин, у нас в Ростове такая непредсказуемая погода. Реально. То есть от холода и снегопада до солнышка. И все, он подсохло. И кайф, короче, на улице. Сейчас я бегу. Скорее там девочка у меня комбинезон заказала в Ростове. Которая. Сейчас мы с ней встретимся. Две посылки надо отправить. Вот, практически все вещи с последней распродажи забрали. Кстати, видео с платьями забрали, получается, только четыре. Четыре платья. Ну, три платья и один комбинезон. Вот. Все платья, которые такие прям выпускные, вот они еще есть на месте. Не знаю, может быть не сезон, конечно, перед выпускным надо было видео это сделать. Вот, не знаю, короче говоря, но имейте в виду. Если кому-то очень прям нравятся эти платья, но кажется дорого, я могу еще сделать скидочку в распродаже вот этих вот вечерних платьев. Вот эти вот такие выпускные красивые платья. Бирюзовое, сиреневое, черное, бордовое. Я еще могу сделать скидку. Имейте в виду. Так, сейчас я уже бегу-бегу-бегу к этой девочке, значит, посылке. Потом надо еще фиксы забежать мне. Я же вам готовлю, что там вот эти вот, мне, блин, надо цифру еще купить. Одну. И надо мне... Ой, сколько всего-то. Сегодня у меня куш-сессия, сколько дел, бог мой. Не очень люблю, честно говоря, такие. Вот я замечаю уже, что я не очень люблю такие суетливые дни. Мне больше нравится, когда все размеренно. И я очень мечтаю, это будет... У меня, блин, 4 месяца, у меня есть свой коуч, и я хочу прокоучить вообще каждую. Ну, как бы коуч... Как строится коучинг, да? То есть у нас на самом деле может быть очень много запросов. Мы бы хотели и здесь проработать, и здесь проработать, и здесь проработать. Но за одну коуч-сессию, к сожалению, это не сделать. Потому что на одной коуч-сессии мы прорабатываем какую-то одну цель. Ну, то есть вот один какой-то момент, который нам важен, да? То есть мы можем поставить много всяких, что нас беспокоит, выбрать из этого самый важный и начинать вот на сегодня с ним работать. Вот. И вот я на сегодня поставила одну проработку. Потом у меня уже там вторая, третья. Она одной из другой вытекает, и очень интересно. Я хочу вот за это время просто максимально взять от этого курса все, что я могу, воспользоваться просто суперкрутыми, просто крутыми коучерами. Вот. И решить вопросы там внутри себя. Вот. А что я хотела? А что я хотела? И забыла. Короче, я просто кайфую. И сегодня у меня будет коуч. Я этому безумно рада. Потому что я вижу, как это работает. Это очень круто. Так, все. Что я хотела? Кофе еще хочу купить по дороге. Машину надо погреть как следует. А, не люблю греть машину. Люблю. Села, побежала. Ну, нет. А муж не разрешает. Говорит, греть надо обязательно. Двигатель или коробку. Что-то не помню, что он мне сказал. Но что-то там испортится, если я не буду греть хорошо машину. А, по поводу Беларуси еще хотела сказать. Да, 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 мы планируем в Беларусь. Планируем, пока не скажу с кем. Это будет сюрприз. Вот. И, 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 и. Сейчас немножечко там, немножечко сейчас там решится вопрос с кое-какими документами. Вот. И тогда потом, и потом поеду в Беларусь. Там есть кое-какие дела. Вот. Ну, возможно, мы не будем мимолетом в Беларуси уже. Я надеюсь, что не придется быть мимолетом ни по каким причинам. Вот. И будет времечко хотя бы там один-два дня именно побыть там. Фикс прайс белорусский, блин, зайти, посмотреть, что там, да, как. Ну, и вообще, может быть, в Минске погулять, что-нибудь поснимать. Это было бы очень круто. Вот. Поэтому я немного так настроенная, да, как бы я настроена. Но зависит немножечко еще от кое-каких моментов. Не все от меня зависит, от кое-каких моментов. Потому что, чтобы не было бессмысленной поездкой. Вот. Ну, в любом случае я поеду в Беларусь. Либо в декабре, либо в январе. Вот. Поэтому... Поэтому ждите, ждите, ждите. Настроение вообще огонь. Солнце на меня влияет просто максимально положительно. Как на вас. Зашла в магазинчик, тут один. Типа планета там, все дела. Ну, планета там одежды. Смотрю, цены просто космос. Космос. Я сейчас покажу вам маечку, которая стоит 700 рублей. В шоке. Вот. Вот эта маечка стоит 700 рублей. Видали? Офигеть. Вот здесь я люблю брать кофеек. А вот там я работала, смотрите. Вот там. Видите? И вот сюда ходила кофе пить. И с тех пор вот эта точечка мне очень нравится. Здесь вкусный кофе готовят. Я пришла домой. А этот лег мне тут перед мордочкой. Лето. Это мой нонг. Это мой нонг. Муах-муах-муах-муах-муах-муах. Любовь моя. Пушистая. Иногда ты меня так бесишь. Так бесишь. Но знаете, что в бантике особенно он вроде такой, знаете, ну, с улицы, да, вроде отчасти чужак. Еще он такой, ну, еще не освоился. Не знаю, либо он просто внутренне закрытый такой. Я его чувствую. Вот. Но самое прикольное в том, что в нем есть уверенность, что он никогда не обидит никого. То есть, когда ко мне приходят гости или Денька с ним играет, я точно знаю, что он не обидит. Он как будто мудренький такой, знаете. Мудрый кот, мудрый кот, да. Он любит. Или он добрый, или он что, я не знаю. Короче, он никогда никого не обидит. Свет, 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 свет. Вот вчера, например, я лежала что-то и задумывалась, да, что вот он такой вот кот. Он такой сам по себе. Он здесь у нас как вот, не знаю, не знаю. Может быть, еще надо ему время. Но пока что разные ощущения, да. Как бы я чувствую, что он как будто чужак в квартире. Он такой вот здесь присутствует и такой вот, кормите меня и поите. Я уже говорила, да. Вот. И, но главное, что в нем есть уверенность такая, что, да, что он не обидит. А Милка, блин, от нее нет. Своя в доску, баба любит. Любовь у нас там, все супер, да. Только она может тебя херануть так, грызануть, царапнуть, блин, до крови. Деньку может, гостей всех поцапать, понимаете. А вот котик с улицы, который пришел, казалось бы, чужой. И вроде бы нас особо, так, знаете, ну, не принимает внутренне вот такое ощущение. Еще не принимает, что вот прям, знаете, прям ластится. Он ластится все из-за еды, вот я вижу. Не от того, что он хочет и любит, а от того, что он хочет еды. Так положено, вот он так и делает. Вот. Но вместе с этим ты в нем можешь быть уверен. Удивительно, да? Боже мой, у меня какая-то супер-мини-радость сейчас внутри. Потому что у Собчака вышло интервью. Два дня назад я его просто не видела. Авдотья Смирнова у нее. Школа злословия Собчак. Кириенко, Немцов, Навальный. И, конечно же, Чубайс. Название, короче, такое. Но сама суть в том, что Авдотья Смирнова и эта школа злословия – это просто number one. Топ просто передача. Почему она закончилась? Блин, я так хочу, чтобы что-нибудь они сделали новое. Это такие умы. Я восхищалась этими женщинами. Толстая и Авдотья Смирнова. Как я люблю это. Я даже смотрела, честно говоря. Я сначала смотрела, кого мне интересно. И Ксения Собчак у них была. И кто у них еще был интересный. И Волочкова была. И Гордон был, я смотрела. И, блин, ну много кто был. Я много кого пересмотрела. Кто у них в гостях был у школы злословия. Оно еще так, ну, на телеке было. Старинный такой вот формат. Даже в интернете такое качество не очень. Но я восхищалась. Я просто наслаждалась. А потом я начала смотреть уже людей, которых я даже не знаю. Мне особо там и не интересно, кто и что. Да, я не знаю человека. Мне просто интересно, как эти две женщины залазили в ум. Как они жонглировали вот этим всем. Насколько они умные. Насколько они такие вот, знаете, ну прям вопросы эти задают интересные. Как они, их умы какие классные. Блин, я эту передачу просто обожаю. Честно. Школа злословия. Кто знает, кто помнит. Расскажите. Вот какие у вас впечатления. Ну, я просто обожаю. Это вот если выбирать передачу, то это номер один. Я бы очень хотела, чтобы ее вернули. Я бы только ее бы и смотрела. Но, к сожалению, закончились. И вот я вижу сейчас интервью Собчак делает с Авдотьей Смирновой. И у меня прям... Авдотья Смирнова, боже. У меня есть возможность не тогда послушать, что там она говорит, да? А сейчас. И Собчак, она же так умеет еще тоже вопросы задавать, раскрывать людей. Как мне будет интересно это интервью послушать. Блин, у меня какая-то радость внутри. У меня буквально через 5 минут сейчас будет коуч-сессия с моим коучем. То есть коучить будем меня. У меня есть пару запросиков. Вот. Надо будет решить, какое важнее сегодня про коучить. Но очень хочу. У меня настроение из-за этого такое бодрое. Я уже подготовилась, на самом деле, снимать. Мне нужно было. Но я думаю, сейчас не буду снимать. Не буду вот это бежать голопом. Сейчас спокойно. Должна и та приехать. Я получу еду. Сяду и поковчимся, как говорится, да? А потом пойду снимать. Сегодня тоже такой день впритык у меня весь. Вот. Денька в садике. Все нормально. Ничего не звонят, не говорят. Ну, в плане... Одет нормально. Не капризничает. Да? Все нормально, короче. Вот такие дела. Так уже пишут. Пишут. Бегу. Так, забрала еду. Смотрите, сегодня... Я, кстати, заказала два комплексных обеда. И сегодня взяла без одного первого. Потому что там был рассольник. Я его решила не брать. Здесь у меня лапша. Вот я ее поем с удовольствием. У меня еще вчерашний остался. Сырничек один. Это у нас селедка под шубой. И вот два вторых. Гречка с котлеткой куриной рубленой. И вот тефтельки с пюре. Ну, такие вот тефтельки с пюре. Вот. Что делать. Короче, сейчас коуч сессия пройдет. Я покушаю. И пойду снимать видосы. Ну что, солнышки мои, время без 10-6. Я собираюсь выходить. Уже оделась. Наделась. Я не соображаю ничего. Потому что я сейчас снимала нон-стоп два видео. Перед этим у меня была сессия коуч, которая прошла великолепно. Великолепно. И знаете, самое интересное, что я вышла из сессии, в принципе, довольная. У меня четкое понимание возникло, что я должна делать, чтобы идти к своей цели. И потом как будто меня еще догоняло, нагоняло. Я прям чувствую, как у меня настроение внутри какое-то появляется. У меня какая-то ясность. У меня от этого хорошо. И прям меня еще догоняло, догоняло. И до сих пор догоняет состояние некой удовлетворенности. И знаете, какого-то некого порядка в голове. Да, вот. Мне это нужно было. И сегодня мы обсуждали вопрос, очень меня беспокоит, вопрос уборки. Потому что я убираться не люблю. Я давно хочу это все делегировать. Но есть определенные причины. Может быть, кто-то знает, кто-то нет. Я уже говорила о них. Есть определенные причины, почему я сейчас не могу делегировать. Одна из них, что у вещей еще нет, не у всех вещей есть свое место. Есть какие-то места, которые нужно разбирать. Пока их не разберу, нет смысла приглашать сюда людей. То есть есть свои затыки, есть свои моменты. Почему я не могу еще приглашать детей? Мне это дело надо все разобрать. Я просто не знала, с чего начать. И вообще разобраться, покопаться, какая причина этих моментов. Короче, мне нужен был человек, который подсветил бы все эти моменты внутри. И задал бы мне правильные вопросы. И вот мой коуч, которого я безумно вообще люблю, обожаю. Мне он очень нравится. И большое спасибо, что она со мной работает. И дарит мне эту ясность. Я всегда считала, что ясность для человека – это вообще, короче, огромный ресурс. Когда тебе все ясно и понятно, ты знаешь, что делать. И настроение от этого внутри хорошее. И просто вот чистота какая-то. Вот у меня уже чистота внутри, а значит, она скоро будет и снаружи. И у меня теперь есть конкретные шаги, что мне нужно было. Мне нужно было выйти из сессии с пониманием, с чего я должна начать. И я вышла из сессии с этим пониманием. Хотя мне казалось, что, блин, все, я в каком-то тупике. Но профессионал, настоящий профессионал вывела, все сделала так, как вот нужно. Я у нее учусь в тот же самый момент, да, всяким приемом, которыми она владеет и которые она на мне применяет. И работает это, работает. Супер. Я, короче, с хорошим настроением беру знания и пошла дальше. Беру знания, список и пошла делать. Вот, хорошее настроение. И, в общем-то, что, сейчас я пойду за малым и доделаю кое-какие дела, которые я должна, обещала себе сделать сегодня. И, в общем-то, пойдем отдыхать. А завтра новый день, новые цели. Мне очень нравится, как все складывается. Замечательно. Включила я сейчас еще Авдотью. Блин, представляете, а я забыла или не знала, или что-то пропустила. Так, мне нравится Авдотья, но я не знала, что она снимает фильмы, оказывается. Слушайте. Надо и фильмы ее посмотреть. Короче, я сейчас начала смотреть, и, честно говоря, вот прям вот она сидит, прям вот я на нее смотрю, вот я ее слушаю, и какое-то у меня внутреннее прям удовольствие. Просто уже предвкушаю. Я не знаю, о чем пойдет речь, как она раскроется в этом интервью, может, она мне наоборот чем-то, наоборот, не понравится. Но я просто вот сижу пока что, я какую-то энергетику такую чувствую от нее. Она мне очень нравится. Короче, кайфую. Ну, сейчас я побегу за малым, и это будет мой бонус для меня на сегодня. Я сделаю дело, которое должна сегодня сделать, и отблагодарю себя вот ее интервью. Буду радоваться внутри. Забрала Дэнни с садика. Идем. И прикиньте, я сейчас вспоминаю, что завтра уже мероприятие по вот этому, там, Мама Года от Shopping Life. Да-да. Вот, я, блин, в скором времени... Если можно, пишите, что ей нужно надевать, хорошо? Хорошо. И, короче говоря, я звоню свекрови, говорю, аааа, вы завтра, надеюсь, не заняты? Она говорит, нет, не заняты. А я говорю, блин, я пораньше Дэнечку с садика заберу, и мне нужно на это мероприятие. Я очень хочу на это мероприятие попасть. Во-первых, потому что я сто лет нигде не была. Вот, во-вторых, все-таки там будут какие-то вручения, еще что-то. А вдруг я... А вдруг... А вдруг я выиграла? А вдруг вручать что-нибудь мне будут? Вот, это мне интересно. Ну и вообще там будут девчата, и мы с Кристиной планируем пойти. И дресс-код, и во всем красном. Мне кажется, это красиво будет. Короче, мне хочется в этой атмосфере потусить. Немного. Вот. И Надежда Ивановна придет. И посидит с малым. Поиграют. Сказала, с удовольствием. Вот. Так что вот так вот спонтанно я вспомнила про это мероприятие. Просто день... Быстро-быстро настал этот день. Я что-то думала, что он еще не скоро. Убралась. Начала, короче. На самом деле я сделала сегодня два больших дела. Во-первых, я закинула всю посуду в посудомойку. Это для меня теперь же подвиг. Убрала поверхность. Да, потому что завтра свекров придет. Чуть-чуть порядочек хоть навести. Хотела попылесосить, помыть полы. А у меня получается один пылесос, мой любимый который. Я его открываю, он полностью забитый. Я уже давно его хотела почистить. Я его открываю, начала чистить, мыть. А там вот эта штучка внутренняя, которую надо помыть. Она должна 24 часа высыхать. Короче, мой любимый пылесос у меня в ауте только завтра будет свободен. Да, а второй пылесос... Батарейка села. Только начала пылесосить и батарейка села. Сейчас чуть подзарядиться, еще время есть. Полчасика подзарядиться хотя бы я. По пылесосию хочу помыть полы к приходу свекрови. А завтра я должна быть нарядная, красивая на мероприятии. Ой, мои хорошие, все. Пошли мы с Денечкой ложиться спать и включу себя на телефоне Собчак с Авдотьей. Буду смотреть, буду засыпать. Время 10 минут. 22.10. 22.10. Спать пора. Все. Дома чистенько, так смотрю. Нормально. Завтра Даньку отправлю. Наверное, у меня небольшие дела завтра, но надо сделать. Так вот. Я не нагружаю себя на завтра, но надо сделать. И мероприятие аж надо не забыть, чтобы привести себя в порядок к нему. Ну что, мои пупусики, всем доброе утро. Морозно на улице на самом деле, но нет ветра, нет снега, нет дождя. И это кайф. Что-то сейчас посмотрела на себя, зашла. Вчера не это, плохо умылась, короче, такая какая-то. Ой, фух. Кофе, кофе. Я вообще не проснулась, вообще. Я опять вчера полночи просто то зазвенело что-то у меня в телефоне. Уже вроде спать легла уже там было без пяти час. Думаю, уже пора. Час все-таки. Прошлая ночь, пол третьего. Короче, такая, раз что-то заделенькало, я такая думаю, что там заделенькало. Мало ли кто ночью звонит, ну, пишет срочно что-то. Открываю. Там Алиэкспресс какую-то фигнюшку мне прислал. А, типа, отправлено. Я там кое-что заказала для видео потестить. Отправлено мне. Такая, думаю, ой, ну, отлично. Я думаю, ой, что мне еще надо было на Алиэкспресс заказать? Точно, надо посмотреть. И давай втыкать. Тут минут 10 просто так втыкала, потеряла. И минут 10 такая, убирай телефон. Думаю, блин, где от меня? Спать. Короче, заставила себя вчера спать. Так, сегодня открылся новый видеоурок. Я думала, сегодня выходной. У меня уведомления приходят на компьютере. Надо глянуть. Вот, кстати, пока буду сейчас просыпаться. Надо глянуть. И еще я начала практиковать. Мне начинает нравиться. Уже сегодня третий день. Вот хочу включить. Я включаю утречком, когда мне надо что-то сделать, собраться или еще что-то, музыку. Ну, чтобы вы понимали, может быть, для кого-то это нормально, но я дома музыку вообще не слушаю. Потому что у меня поток мыслей. Я должна быть сосредоточена. Я должна все делать. И музыка, она меня отвлекает. Ну, короче, она мне мешает. А так как сейчас я стараюсь находиться в таком состоянии расслабленности, да, мне наоборот, как будто нужно в какие-то моменты отвлечься, когда я крашусь или убираюсь, да, или что-то делаю другое. Мне наоборот надо отвлечься и не сосредоточиться на своих мыслях. Поэтому я решила музыку включать. И она прикольно так бодрит, настроение поднимает. Ну, то есть долго все равно я не могу слушать так, чтобы, да, совсем отвлекаться. Но пока делаю что-то, и вот прикольно, мне нравится даже, ну, как бы, да. Главное, из какого состояния ты это все делаешь. Конечно, когда я такая вся загружена, эту музыку включают. А, выключите, она мне мешает. Вот, так что такие дела. Ладно, сейчас буду это немножко приходить в себя, потому что я еще сплю. Может быть, внешне я открыла глаза, но внутри я сплю. И надо все структурировать. И все потихонечку сделать. А потом отблагодарить себя мероприятием. Слушечки мои, ну, представляете, сейчас я собираюсь такая туда-сюда. Все равно до последнего не верю, что я выиграю в конкурсе. И у меня как раз-таки уже вот участница одна прям уже догоняла. Нифига себе, сколько голосов тоже получила. И я такая думаю, девчонки, там, посмотрите, что у меня с голосами. Кто не проголосовал, проголосуйте. Думала, еще голосование идет. Вот, до конца мероприятия будет идти. А мне как давай присылать всеселенную, ты победила. Мы не сомневались, тра-та-та. И, честно говоря, для меня это такая радость была и неожиданность. Все равно неожиданность. Потому что я в конкурсах не участвую. Объясню, почему сейчас. Почему, 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 почему. Потому что я не заела, заглючила. Потому что я не то, что не верю, у меня какое-то дискомфортное ощущение от того, что не все зависит от меня. На самом деле в конкурсе не все, я считаю, зависит от тебя. Есть некая доля удачи. И, ну, можно так, в принципе, обо всем сказать в жизни. Но все равно, как бы, вот конкурс. Я верю в то, что много людей тоже достойны, да. И знаю, что оценивают тебя тоже люди, да. И у них могут быть какие-то нравятся, не нравятся. То есть не верю, наверное, в такую какую-то абсолютную свою победу, да. И поэтому мне не хочется особо сильно ни с кем конкурировать. Потому что я вижу, что много достойных, классных людей, может, даже и достойнее меня, могут попасться мне, да, в конкуренты. Поэтому, да, бы не расстраиваться, если я вдруг не побежу по каким-то там критериям, да, или просто кому-то что-то не понравится, или понравится кто-то больше другой, я могу расстроиться. И я особо не участвую в конкурсах. То есть я заведомо, если иду в какой-то конкурс, то вообще не ожидаю вот победы. Не знаю, у меня вот так всегда складывалось. Может быть, это неправильно, потому что я иногда смотрю, когда там танцы, шоу или еще что-то, люди такие, мы к победе, к победе идем, да. И, ну, как бы многие идут к победе, кто-то один, кто-то один от каких-то таких вариантов, не знаю, выигрывает. Ну, короче, я больше привыкла ставить ставки просто на себя. Не хочу ни с кем конкурировать, а просто иду своей дорогой. И все. И не расстраиваюсь, если вдруг кто-то побеждает где-то, да, или кто-то оказывается успешнее меня или лучше. Ну, достойный человек, достойный лучшего. Он старался, делал и вот получает бонусы. У меня своя дорога, я иду в своем ритме, в своем этом, да. А когда ты в конкурсе, это как будто вот немножечко, короче, это предисловие, почему я не участвую обычно в конкурсах. Вот, потому что я не люблю вот это бороться за приз. И если я не готова просто к участию, и мне просто неинтересно самоучастие, то я и не буду участвовать в конкурсе. Вот, а так как меня номинировали, вот просто номинировали меня, просто, без моего ведома, чтобы вы понимали. Вот, я решила как бы поддержать, думаю, а почему нет? Предложу девочкам за меня проголосовать, поддержать меня, вот, если они считают, что я хорошая мама. И оказалось, таких много, представляете, и мы победили. Короче, я неожиданно рада, счастлива, и спасибо вам большое. Я уже в Инстаграме поблагодарила всех, потому что главным образом я в Инстаграме делала этот опрос. Не опрос, а просьбу эту, да, и оттуда все голосовали, там была прикреплена ссылочка, здесь в Ютубе не было этого. Но я знаю, что вы бы тоже проголосовали, мои активные, активные зрители, кто не поленился бы, прошел бы по ссылочке и проголосовал. Ну, в Инстаграме все случилось, и мы победили, мы победили. Сегодня мероприятие, да, они начинают сверлить, молодцы, я-то сейчас собиралась привести себя в порядок и вообще-то видео снимать. Вот. Короче, мы победили, все благодаря вам, спасибо большое, спасибо большое, кто голосовал, кто есть в Инстаграме. Если вас еще нет в Инстаграме, обязательно по ссылочке внизу заходите, подписывайтесь на меня в Инстаграме. Я тоже сейчас, вот в последнее время вообще активно веду Инстаграм, там вы можете узнать все первыми обо мне, о всех ситуациях и вообще настроении. Я там делюсь настроением своим ежедневным. Короче говоря, что хотела сказать. Мы собираемся на мероприятие. Дресс-код красное. Я... у меня красного нет. Я продала красное платье, классное, я бы в нем, наверное, пошла, оно длинное, такое с разрезом красивым, но значит не, нет, нет, нет. И я узнала у организаторов, можно ли цвет розовый, ярко-розовый фуксия. Мне сказали, что да, он тоже там относится к красному, замечательно, прекрасно. Ну, либо черный можно было, но черный не хочу, хочется быть яркой, я же победитель. Фотки какие-то. Вот, и у меня платье, пиджак классный, есть новый, который я еще никуда не одевала, не носила, и фуксия розовая мне вообще идет. Так что я сейчас хочу сделать укладочку, накраситься, снять видео, сделать какие-то делишки. Сегодня посылка должна ко мне приехать, одна-вторая. И потом пораньше заехать за малым, приедет свекровь, с ним останется, а я поеду на мероприятие. И сегодня еще с Кристиной должны встретиться там, уже на мероприятии. Короче, вот такой план, Барбароса. Я приехала! Идем с шапусиком. За знакомство! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Добрый вечер! Ну что, и конечно же мы приглашаем сейчас на нашу сцену Довыденко Ирину Викторовну, директора по продажам, которая будет вручать подарок. Такое большое количество красивых, талантливых людей. Я рада, что победили в этой номинации именно вы. Позвольте, тогда я раскрою, что же там за секрет. Вы знаете, это та вещь, которая нужна в каждом доме. Особенно, если вы мама, я уверен, вы просто будете счастливы от этой штуки. Это робот-пылесос. Вас поздравляем, и он ваш! Зелена, несколько слов, конечно. Так, в первую очередь я хочу спасибо сказать журналу «Я покупаю» за то, что номинировали. Это был для меня сюрприз, очень приятно. За победу, конечно же, спасибо моим зрителям, моим подписчикам, потому что если бы не они, мои самые активные зрители, то не было бы этой победы. Когда вы видели, какой здесь приз, я закрыла глаза, и только мои зрители знают, почему. Я не буду раскрывать этот секрет. И ЖК «Сокол». Приятно познакомиться. Соседи. Я смотрю, как вы строитесь, наблюдаю. Все, очень приятно. Спасибо всем большое. Спасибо за мероприятие. Большое спасибо, Селена Свей. Блог «Открытие года 2021». Алина, поможешься моя. Да, фотография. Алина, как видите? А, бля, 2021 года вы находимся на премии портала «Я покупаю» «Шок-рикоды 2021» «Рэд Пати». Как ваше настроение? Спасибо вам. Спасибо вам. Да, что-то странная свобода. От заката до расхода. До расхода. До расхода. Вода или расхода? Рассвета. Так. От заката до света. Вспоминация про любовь. Короче, мы едем, мы едем. Мы вообще не взяли такси, у нас своя тачка. Мы едем. Мы едем к Полине, короче, в гости. Нам не хватило еще чуть-чуть вот доболтать. Точнее, мы не болтали ни хрена. Мы только пили и получали награды. И танцевали. И она танцевалась. А сейчас мы едем. Короче, чуть-чуть поболтаем. А кто-то опоздал на полтора часа, ничего не съел. Да, Полина опоздала на полтора часа. И ей не досталось и ты. А она урвала последний бокал шампанского и то. Потому что сделать оплату под карты, пин-карты дома. Мастер заказываем. Я заказала все такси в бизнес-класс. Ко мне приехал. Представляете, на Марси еду. Все, девочки, я дома. Разобрали сейчас подарочки, которые были в пакетике. Мне же еще пакетик подарили. Там была ручка, сокол. Вот такая бумажечка, блокнотик. Была термокружечка. Я свекрови подарила, чтобы она чай пила. И вот такой пауэрбанк. Тяжеленький такой, я думаю. Можно много, наверное, здесь зарядить. Два раза зарядить телефон можно. Ну, короче, пауэрбанки хорошее дело. Вот еще кружечка вот такая. Вот здесь можно пакетик вложить. Кружечка прикольная. И робот-пылесос, девочки. Вы помните, да? Вы видели? Там глаза закрыла я. Когда мне сказали, что это робот-пылесос, я притягиваю роботов-пылесосов. И не знаю, у меня идея просто уже этот пятый робот-пылесос. Может быть, его сразу продать. Продать его с 50% скидкой. Вот он прям запакованный. Вот вы видите, что он запакованный. Мне его подарили. Надо только посмотреть, что за фирма и сколько он стоит у нас на рынке. Сейчас открою. Так, смотрите. Пылесос, ДЭКСП. Время работы до 110 минут. Хепофильтр. Док-станция для зарядки. Три режима работы. Беленькие, красивенькие. Пылесос-робот. ЛФ-200. Сейчас посмотрим, сколько он стоит. Он, смотрите, вообще запечатан. Я его даже распечатывать, наверное, не буду. Чтобы вот прям, если кто-то захочет, кто мечтал давно о роботе-пылесосе, с 50% скидкой, чтобы мог сразу взять и понимать, что запечатаны. Вообще лучше, чтобы это был кто-то с Ростова-на-Дону. Чтобы я его не отправляла. А вот прям в Ростове кому-то, да? Сейчас посмотрим, сколько он стоит. Пылесос-робот ЛФ-200. В общем, девочки, нашла этот пылесос. Белый пылесос. Он стоит 6500. Я отдаю его с 50% скидкой. Короче, я за 3000 его отдаю. Желательно, чтобы кто-то был в Ростове. Если вы давно хотели попробовать робот-пылесос, как он работает, будет ли интересно. Естественно, не надо тратить большие деньги для этого. У меня пылесос за 30 тысяч. Поэтому не стоит тратить большие деньги. Я думаю, что этот пылесос тоже будет справляться со всеми нужными функциями. Единственное, интересно. А, уборка сухая. Девочки, здесь не моют. То есть этот робот-пылесос, он пылесосит просто пыль и мусор. Он не моет. Поэтому такая цена. Если кто-то давно хотел, пожалуйста, обращайтесь ко мне. Пишите мне на почту или в инстаграме в директ. Я его даже распечатывать не буду. Просто отдам вам за 3000. А себе лучше на 3000 куплю что-нибудь. Что-нибудь, что мне нужно. Вот. Ну, самое главное, на самом деле, во всем этом, вообще во всех этих подарках, это вот. Вот. Вот эта ценность. И я, когда ехала в такси, я просто боялась, честно говоря, вот эту штучку разбить или потерять. Я очень люблю всяко разные награды. Тут написано «Лучшая мама блогер». Ростова, 20-21. Я покупаю. Вообще все большие. Мне очень нравится эта номинация. Звездочка, видите? Тяжеленькая такая. Очень нравится номинацию, вот, которую придумали. Очень нравится, что вот так все получилось. Очень классное мероприятие. Еще раз большое спасибо моим девочкам, которые просто голосовали за меня. Вот. За активность вашу. Потому что если бы вы не вы, ну, правда, кто бы выиграл? У меня там девчонка уже в этот, в затылок дышала. Тоже какая-то мама. Но выиграли мы. И теперь у меня на полочке будет красоваться наша победа. Наша. Вообще я сегодня отрывалась. Вот тоже очень классно. Потому что я в последнее время, вы помните, да, что я вообще никуда не выхожу. Я в основном работаю. И даже из-за того, что ограничения всякие разные, я даже никуда не выезжаю в торговый центр и не гуляю. Ну что, я поехала малому, купила спортивный костюм и домой. Все. Нигде не гуляли, нигде не ходили. Вот уже как, не знаю, три месяца, по-моему, ровно. Если не больше. И для меня, ну, я прям работаю, да, я прям стараюсь, снимаю и развиваюсь, и учусь сейчас еще, да, и вот все это вот так вместе. И я очень хотела прям выехать и отдохнуть. И я сегодня еще загрузила себя по полной и поубирала, и поснимала. И, короче, все. И уже просто я очень хотела отдохнуть. Я выпила всего лишь два бокала шампанского, девочки. Два бокала шампанского мне уносят. Ему очень редко пью. Но мне было очень весело. Я повеселилась, все были в красном. Прикольно было. Знакомые лица какие-то были, ведущие знакомые были. Он уже вел у нас мероприятие какое-то. Короче, было прикольно. Мне понравилось. Я отдохнула, расслабилась. Пришла уже Данечка спится, и кровь уложила спать. В гостях у Полины была. Мы еще выпили чуть-чуть. Там полбокала вина еще красного выпила. И приехала. Вот так вот. Вызвала такси Комфорт Плюс, а ко мне приехал бизнес. Так что я домой доехала как просто лакшери дива. Сегодня весь день к моим ногам. Короче, я довольна, удовлетворена. И это все благодаря вам. Было бы меньше активных людей, выиграла бы другая девочка. Так что спасибо вам. Сейчас прослежусь, прослежусь, прослезюсь. Все, не будем слезиться, да? Не будем макарить. Короче говоря, такие дела. Все, крошки, наверное, я сейчас пойду умоюсь. Вообще надо собрать все мои награды. У меня же есть еще награды. Я участвовала в конкурсах, я пела. У меня есть лауреаты первой степени, тоже кубки. Кубки! Я хочу много таких наград. Не знаю. Вроде они ничего такого не стоят, да? Но это какая-то, знаете, как галочка, какая-то отметина тебя. Отметина тебя, сказала, да? Ну, как бы тебя заметили. Тебя отметили. Какая-то маленькая победа в жизни. Могли же не отметить. Могли же не заметить. Могли не номинировать. А вы могли не голосовать. Ну, правда. Я серьезно так думаю. Это не банальные вот слова, которые там обычно говорят. Спасибо маме, папе и все такое. Реально, вот если так задуматься. Минута волчания. И да, кстати, вот платье-пиджак, который у меня был. Вот я сходила на нем на мероприятие. И в ближайшие видео распродажи я буду его продавать. Так что это счастливый пиджак, можно сказать, да? Это единственный раз, когда я вышла в нем куда-то. Я его буду продавать. Все. Он свою функцию выполнил. Можно передавать. У меня там просто еще есть пиджаки как раз. И я вот соберу пиджаки. Распродажу. Короче, я пошла спать. Я пошла умываться и спать. Завтра ведь нам еще в садик. Завтра тоже у меня чутка насыщенный день. Мне надо очень важные дела поделать. Блин, и конкурс. Конкурс скоро будет. А я все не могу. Красивые коробочки купить, в которые я вам хочу сложить все, что я купила, все, что я хочу разыграть. Коробочки маленькие, которые продаются в фикс прайсе. А где еще коробки искать, я не знаю. Ну ладно. Я что-нибудь решу. Обязательно в ближайшее время все будет. Все. Как всегда, я вас люблю. Целую. Прощаюсь до следующего видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok